Урок по безопасности общественным помощникам преподают сотрудники пожарной охраны и территориального отдела Роспотребнадзора. Что делать при возгорании, как оказать первую медицинскую помощь, основу безопасности должен знать каждый волонтер. Когда огромное количество людей у нас на какой-то территории, то понятное дело, что это обязательно оказание первой медицинской помощи должны понимать, потому что у нас много будет болельщиков, я уверена, на открытой тренировке. Конечно, мы должны понимать, как работать на всякий случай с людьми в нетрезвом состоянии, с людьми очень конфликтными. Поэтому мы, конечно, должны это предупредить, понимать, как себя правильно вести. И, конечно же, они должны знать, как реагировать, кому звонить, все вот эти важные телефоны, все группы быстрого реагирования. Мы должны, конечно, с ними изучить, потому что такие ситуации, пусть они не возникают, но вдруг, мало ли, мы должны быть готовы ко всему. В команде волонтеров есть и люди, напрямую связанные с медициной. Некоторые учатся в медицинских училищах, они также делятся знаниями с коллегами. Первое, нужно это вообще сказать кому-то из взрослых окружающих, получается, или специалисты, которые будут рядом, или через третье лицо вызвать скорую помощь, сказать бригаде то, что человеку плохо. Но это надо не самому, а желательно через второе, третье лицо, чтобы человеку, которому стало плохо, кто-то остался, чтобы он был не один. До 30 мая запланировано еще три встречи. В период чемпионата мира волонтеры будут работать на информационных точках и в местах массового скопления людей.